В Твери в 13-й раз прошел общегородской слёт «Мы – наследники Победы». В преддверии 9 мая на площадке Дакахим-Волокно по традиции собрались школьники и студенты, представители военно-патриотических организаций. Подробности в нашем сюжете. В этом году программа общегородского слёта «Мы – наследники Победы» дополнила выставка портретов наших земляков, героев специальной военной операции. Рядом с экспозицией разместились волонтёры. Здесь школьники делают окопные свечи, которые отправят в зону СВО. Вот девочки сейчас натирают воск для того, чтобы потом изготовить свечку. Сейчас этот воск мы перельём на водяную баню, расплавим его, потом зальём в баночку, сделаем картонные перегородки, и будет готов воск, который будет очень долговечен. По соседству находятся специальные приспособления для плетения маскировочных сетей. Юно-армейцы изготавливают их своими руками. Техника плетения хоть и не сложная, но трудоёмкая. Она плетётся лентами. У нас есть вот такая вот схема, где у нас четыре ряда, и мы плетём. Два ряда мы уже почти закончили. Катя начинает четвёртый плести. Общегородской слёт «Мы наследники Победы» объединяет молодёжные инициативы, посвящённые сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию. На тематических площадках школьники и студенты обмениваются опытом, получают новые знания. На выставке у нас представлены военно-исторические экспозиции от военно-исторического клуба дружины и военно-исторического клуба постного мира один с вооружением разных эпох. Интернативные площадки, организация волонтёра Победы и бессмертный полк России, рассказывающие о том, как разными способами можно сохранять историческую память. Площадка ГТО и военно-прикладных видов спорта. Звук разворки автомата Калашникова. В рамках пленарного заседания слёта также прошла познавательная игра «Знаток Отечества». Круглый стол и сессия, на которой обсудили новые подходы в патриотическом воспитании молодёжи. Лучшим представителям военно-патриотических объединений города были вручены благодарственные письма. Продолжение следует...